Открытая власть. С таким отношением глава Ленинского района Олег Хромов начинал свою деятельность и по сей день успешно продолжает. По его мнению, все вопросы, которые так или иначе волнуют жителей муниципалитета, должны решаться путем конструктивных обсуждений. Поэтому, чтобы разобраться с проблемами микрорайона Купеленко, руководитель района встретился в новой 10-й школе с жителями, куда пришли сотни неравнодушных к судьбе своего города людей. Мы пригласили большое количество, как я и анонсировал, государственных органов, надзорных органов, так как проблематика, о которой сегодня мы будем говорить, она выходит за компетенцию органов местного управления и есть компетенция, которая необходимо решать уже на уровне федеральных или областных органов, в том числе надзорных органов. Многие вопросы, которые обсуждались в ходе встречи, были заранее направлены на почту главы. Их пришло 23. Но самыми актуальными и острыми стали два. Очистные сооружения микрорайона Купеленко и недавний обвал грунта у новой строящейся школы номер 11. И может последнее событие осталось бы незамеченным, если бы не отключение света в 13 многоквартирных домах. За этим последовало и прекращение водоснабжения. Поломку удалось устранить за сутки, причем проблему решал не подрядчик, а районная администрация. А вот жидкое почво под школой вызвало большой ажиотаж в обществе. В социальных сетях начались обсуждения, якобы само здание школы под угрозой. Но застройщик уверил собравшихся, причин для паники нет. По течению ближайшего месяца у нас будет заключение, равно как и предписание. То есть у нас уже есть рекомендация МИОСПО, что нужно делать в данный момент, чтобы не произошло еще каких-то подвижек грунта на кромке реки. То есть школа это в принципе никак не касается. Но в любом случае часть берега входит в территорию школы. Ну, соответственно, единственная привязка, которая есть. Поэтому на данный момент вообще на самом деле школе ничего не угрожало. Это не угрожало изначально. Вот скоро возникла такая ситуация, то есть чрезвычайная, да, то есть и общественное мнение очень не воплотилось. То мы обратились, соответственно, в две организации. Это не ОСПО, это люди, которые занимались основаниями, землей, грунтами. Они, соответственно, будут заниматься монетарингом, будут делать окончательный рунт о том, что все, что я сейчас сказал, это так и есть. И вторая организация, это СНИО. Это люди, которые будут изучать непосредственно конструкции самой школы. И давать еще одно заключение о том, что сами конструкции также нигде никак не сейчас учреждения не происходят. В случае, если обнаружатся повреждения или другие причины, по которым учреждения не сдадут в срок, уже сформированные классы 11-й школы начнут учиться в 10-й до тех пор, пока в 1-й не устранят все нарушения. Если с этим вопросом разобрались быстро, то обсуждение очистных сооружений продлилось до полуночи. Глава Ленинского района попытался четко, предельно откровенно и понятно объяснить людям, что проблема действительно очень сложная, и ее решение не может быть мгновенным. Но напряжение нарастало. Активисты купеленки отказывались внимать. Но и в такой обстановке удалось прийти к общему знаменателю. Кто внимательно следит за обновлением новостей по данной теме, тот в курсе, что очистные сооружения, которые предназначены чистить канализационные воды, не справлялись со своей задачей. Первоначального собственника этого сооружения сменила компания независимые водоканалы. И казалось, ситуация вот-вот наладится. Здесь начались ремонтно-восстановительные работы, но результата люди не увидели. В Пуговичинский пруд по-прежнему сливается пенная вода и стоит неприятный запах. Для нас это все насущие. Мы каждый день эти какашки нюхаем. Ужасное состояние. Вот у меня вопрос. Если, например, год уже ничего не исправляется, переносится там сроки, не переносится, если, например, год ничего уже не делают. Ну, делается. Но делается в результате так, что пахнет еще хуже, то есть состояние хуже, да, экспертизы показывают, что хуже состояние. А если еще через год ничего не произойдет? И еще через год ничего не произойдет. Чем закончится эта история, если все эти организации уйдут с эксплуатации? Не год, а я надеваю, с февраля. Вся история до февраля ничего никто там не делал. В прошлого года. Никто там ничего до февраля не делал. Вообще. Есть несколько очевидных вещей. Мы можем с ними соглашаться, можем не соглашаться. Введенные, ненадлежащие работающие отчистные сооружения. С двумя аэротенками мы уже приходим к мысли, нам нужно только документы, мы, безусловно, подадим выск о сносе третьего аэротенка. Наша задача вместе и Марионична, и, я считаю, и прокуратуры, и УНГП, и надзорных органов заставить всеми возможными способами, а способов очень много, заставить организацию, которая эксплуатирует отчистные сооружения, привести их в нормативное состояние. Четыре с половиной часа и собравшиеся получили ответы на все интересующие вопросы. Остается только ждать их решения. По тем темам, которые обсудить в силу наступившей ночи, а многих жителей Купелинки дома ждали семьи, глава не успел, ответы будут предоставлены до 10 июля на сайте администрации. Юлия Пагатян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Вид этого. Продолжение следует... Продолжение следует...